Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. Короче, наш волшебный сплав начинается. Грузимся и пойдем. А что и куда, расскажем чуть попозже. Ну чего, идем уже какой-то трекий час. С Олегом Ануфлием. Вниз по Аби. Стартовали в Новосибирске. Скоро придем в Томскую область. А тут на самом деле начнем рыбалку. Погода шепчет, волны нет, ветра особого нет. Поэтому надеемся, что найдем легко и быстро. Ну а дальше поспорим, как и войну. Пока не сделали одного заброса. Прошли уже километров сто с лишним. Всем привет. У нас очередное чудное путешествие. Испания обычная. Испания полуокружительная. У нас впереди 700 километров с лишним. Мы планируем потратить около полутонны бензина. Если, конечно, мы рыбу не поймаем, у нас есть шпроты на завтрак и сардины на вечер. На ужин. Ну, на самом деле, реальная цель нашего путешествия, это, конечно, не шпроты и сардины. На самом деле, хотим хорошую щучку и, по возможности, хорошего судачка. Ну и так, что еще попадется, что еще кто-то не поймает. Вот. Потому что мы специально выбрали это время. Это где-то середина, конец сентября. Резко остывали воды. И все шансы нарваться на хорошую трофейную щуку. Пытаться в первом же, конечно, углубить ее. Ну и, естественно, попробуем ночного судачка и попробуем там кокуня. Может быть, нель, но в том, что область ее, в принципе, ловить можно, поймал и пустить. Есть желание нельную щуку хорошую поймать. Но уже как получится. Щука по главе углу. Всем привет. Судно-то на месте. Пока Кирилл варит кофе, я пойду сейчас собирать катер в поход. Соответственно, мы сейчас никуда в ближайший час не пойдем. На основном русле у нас идет туман плотный. Сегодня у нас цель пройти 200 километров реки до села Молчаново. Там надо дозаправиться. И там до ближайшей базы, до которой у нас забронирован домик, остается еще 100 километров. Мы ночуем. И на следующий день доходим часа за два, за три этой базы. Там размещаемся. И там начинаются, как правило, самые сладкие места. Ну, насколько эти самые сладкие места, мы узнаем через три дня. И есть только один способ проверить. Я пойду. Ишенька с утра – залог хорошего настроения и удачного дня. Ночной заморозок – это весело. Хорошо, что мы готовы к этому. Были бы не готовы, померзли бы нахрен. Но мы готовы. Давай уже. Ну-ка, сядь, что я больше входит. Вот есть завтрак на траве, а у нас завтрак на песке. Песок в одежде, песок в еде, песок в палатке. Хорошо. Хороший день. Ветра нет, солнышко. Прекрасно. Сейчас еще рыбу найдем, будем ловить. У нас сегодня рыбалка, канон-стопом. Мы заходим на место, понравившееся, от которого внутри сердечки начинаешь отбиться. Облавливаем его. Раз, может, два прохода делаем. И идем дальше. Когда холодно, сало – это лучшая еда. Особенно такое с мяском, что прям бух. Перекус на островке. Рыбу не клюет. Несколько поклевок. Но мы, правда, сильно пока и не запариваемся, потому что нам еще идти километров 150 до вечера. Когда поймем, что время реально есть, тогда уже, может быть, и запаримся. Вообще, пока грузно. Несколько поклевок, и все. Ой, без трусов в воду не войдешь. Ага. А это, ребята, после реки Томик. С этого места река Опь официально является Томской. Почему? Потому что существует одна лоцманская карта до Устья Томи от Новосибирска. И от Устья Томи вторая лоцманская карта до Нижневартовска. Сейчас мы перешли на другую страницу наших судовых приключений корабельных. И двигаем дальше. Вперед, погнали. Вперед, погнали. Вперед, пог Striker. вот первая жабка до трофейной еще сильно далеко где трофей где трофей китайцы украли да что поклев такая местная рыба вот она смотри какая какая рыбка ну давай 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 свечу выходи 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 есть тут все на одном месте стоит сначала ты самый мелкий он вела какая вы вывернулась вона запустим и к dragon tail в речку щучка выпендривается поклевки на каждой проводке я думаю что стример с толстым махровым хвостиком должен сработать кстати к вопросу о меня в руках тур с тестом 30 100 глава сейчас 22 грамма и соответственно достаточно крупный хвост я все вижу без проблем плетенка двойка у меня был опыт такой вот прям на самом закате уже все солнце уже села вот выход случался прям такой небольшой но хорошая рыба выходила кушать раз ловил в прошлом году было дело уже там далеко кстати в нарыме на песках просто пошел катера зачехлять время уже где-то около 12 было прихожу вокруг вода все кипит ночью было я с техас по моему что долю мне стоял я с коряжника приехал ночевал на песках я заброс делаю поклевка отдай не понял ничего перевод перебрасывал все один сразу шестерка через два заброса восьмерка потом десятка и завершила у меня двенашка всю эту феерию полчаса раздачи ночью в граммешной темноте но это потрясающее ощущение такую рыбу ловить ночью до сих пор мандрашки мурашки мандрашки короче вот это вот н80 пока еще прессерийка серию шака уже пошла 30 грамм с лишним пример точно не знаю сколько будет 200 прессерийка вот здесь вроде коллег нет можно попробовать по идее может работать сейчас посмотрим нет пока 2 был 3 один оторвал пока ничего не поймал сейчас на посмотреть как вообще ловит он не ловит сейчас родил поджигу затишье вот сейчас проверим когда клетал пофигу нашла вот когда не клеила такое только у кирилла и майкла джексона это майкл джексон уже такой оторвал но вот он рад он работает на джиг поклевок не было а на родину вот он и подбагнул ли я поклёска какая-то не сильно заметно окажется промазал я ничего по увидеть не знаю а может аварку вроде выпрыгнул по самые-самые глакой пацанкус зачем она работает все будет значит закупать будем закупать у нас такие планы мы сейчас ставим лагерь кушаем и на рыбалку вот там вот такие классные закоски более как глубина вот такая по щиколотку а потом раз то же самое что только только под водой так вот такой же лунный рельеф оденем за броды и пойдем попробуем поймать вчера общались там с местными они сказали что налим наберем по вылазит на милики вот эти вот на песчаные в городе у нас новосибирске налима также ночью ловят судакова вместе на воблера попадаются ну вот попытаем удачу полтора-два часа побродим а очень выйдет я буду пессимистом вот это вот интереснее здесь 9 п.м. уже в Сиберии Добрый вечер, сейчас у нас морозная ночь наступила на наших томских северах, сейчас мы будем жарить нашу щуку. Рыба не любит, когда в нее добавляешь слишком много левых ингредиентов, все очень предельно просто, это соль, перец, мука, обжарка, кушать, но если есть лимончик, можно взбрызнуть лимончиком, на крайняк добавить чесночка, но это уж совсем если у вас с собой в походе есть чесночок там, все остальное мы сняли щучки филе, но из филе мы вырезали отдельно брюшки, брюшки щучьи это отдельный деликатес, нужно жарить его отдельно и съедать сразу же после обжарки, хотя вот другие косточки щуки можно, надо дать их немного подостыть. Кстати, еще час назад было плюс 13 или даже 15, а вот сейчас уже температура почти ноль, ночь наступила, темно, поэтому мы сейчас быстренько съедим то, что Олег все готовит и не пойдем спать, мы пойдем ловить, значит, он сюда, крем на лимон, может, даже не поймаем, не важно, но мы попробуем, ну там, нахуй, 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 нахуй. Это секретное место, не будем его выдавать. Так, все, давай быстрее, давай уже. Ну, ты же понимаешь, что отпускать мы уже не можем. Мы ее сейчас отпустим. Внутрь. Ну, все, что оставим. Самое надежное место. В этот раз мы ее прямо отпустим грамотно и правильно. Нет, понятно, что поймали мы ни одну, ни две, вот, но покушать мы взяли только одну, ровно столько, сколько надо. Да. Ну, давай уже, давай. Знаешь, что самое интересное? Прижаривать? Да. Если есть, да. Мы сейчас делаем вот так. Давай так. Вот он, аппетитный кусочек. А теперь, внимание! Хитрый трюк. Брюшки. Самый щучий деликатес. Так, секундочку, муки. А для судака я использую манку. В качестве панировки. Щуку маслом не испортишь. Вообще, щука должна жариться почти полностью, находясь в масле. Вот тогда это будет вкусно. А кто когда-либо говорит, что щука жареная и невкусная, ну, он, точнее, пробовал правильно приготовленную жареную щуку. Поверьте, это вкуснее судака. Щучка небольшая. Ну, нам-то на троих. Это, ну, не больше, где-то двух килограмм точно. Это двушка, да? Не больше. Ну, поужинаем, троих. Да. Ну, так, заочетная палочка-то целая бревнула. Вот тебе легкая полчевка, 23 грамм. Смотри, как бревну. Но больше меня. Трофе поймал. Бревно больше меня ростом. И толщиной с руку, если не больше. А судак-то хлюбает, наверное, вон. Где? Хлюб был вот только что, вон там, на глубине. Далеко? Я сложно определить. Ну, наверное, метров 25-30. Это раз глубина, там мелко. Крючок всадил прям. По-самому не боролись. Хороший трофеечек, да? Бревно, даже не знаю, какой длины. Вот два метра вижу. Что-то там еще плавает. Так, самое интересное. У меня спиннинг, 23 грамм. Я его вытащил. Вот такие мощи. Вроде там принято, палки. Маш, аш. Какие? Ямочка. Мамашка. 23 грамм. Фу. Судак начал хлюбать. Но что-то пока ничего нет. Ну, вроде он у орегов хлюбает, я не слышал. Плещется рыбка-то. Но не ловится. Ха-ха-ха. Но красиво! Звезды падают. Звезды светятся. Туман идет. Красота неописуемая. Что-то такое приличное. Вот так вот работает фельдер, который 862-й на его лозу. Ночная ловля, собственно говоря, для чего и сделал. Ловля. И монстр. Кто там у нас? Вот так. Ничего себе. Я-то думал сюда что-то. А это же обенок. Печать. Ха-ха-ха. Да. Печать. Печать. Ну, что-то, ну, что-то, ну, что-то. Теперь придется на берег, за корсангом. Потому что у меня с собой корсанга нет. Я так-то сюда как хотел. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот такая душа. После бревна, трехлитровый, почти подлиннее. Это вообще не садко. При этом 7 грамм работает. В берегу летом. Кстати, вобер. Шакаловский 88-й СРФ. GT, который трикорол. Летит далеко. Летит далеко. Пришлось бежать за пассатижами. Потому что что-то пихать руки в по щуке неохота. Хватит таксировать шрам. Вот как сюда ловили судака, поймали счет. Смотри, стоит, не уходит. Ну, пойдешь куда, нет? Давай, иди. 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 А, пошла, 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 пошла. Ловили рыбу, а поймали ухо. Первый ухо. Обский, кстати. Ни разу ухо не ловил. Ну, хорошо, ухо не так вот, приятненько. Плохой знак. Или щука-то? Ключевое слово подбирать. Чикин пикинг, пальчик выкинь. Вот это. Ага, сюда. Пробил-то хорошо. Что, подсак, давай. Давай. За водой. Маленькой щучке, и с холодной зимой. Маленькой щучке. Где рыба-то? Да, вот здесь рыба-то. У меня второй заброс. Я вот и не сдам. Малька вижу. Рыбу не вижу. Такая вот проказница. Ну, небольшая, не, не очень. Она вначале что-то уперлась, теперь ей не надо ничего. Хотя фиг его знает. Она, бывает, у луки вдруг просыпается. Хотя не, небольшая. Ты ее подбагрил, похоже. Вот, увидел. Она промахнулась. Ага. Она просто промазала. Это, кажется, ваше просили передать. А это уже обрадовался, думал размер. А это мелочь промахнулась. И подбагрилась. Ладно, отпустим. Давай, иди. Очередная точка на сплаве. Есть крупная щука. Мы ее видим. Структурник. Вот клюнет ли? Большой вопрос. Вода за ночь поднялась сантиметров на 40. Рыбу в пассеи. С утра поймали мало. И мелкую. Там самая большая трешка была. Далее. Ну, вот. Попробуем здесь. Может быть, кого-нибудь уговорим нормального размера. Хотя бы пятерочка. Опа. Опа. Вот. У Олешки поклевка. Это что говорит о чем? О том, что надо бахать. Ну, мы пашем. Была. Не маленькая. Башку-то дергает так уверенно. Амплитуда. Но не карказин. Нет. Вообще маленькая. Амплитуда. Ты леток. Ты леток. А ты леток. А ты больше не леток. Олешки, Олешки. Олешки. Не понимай. Смотришь. Не поднимай. Ну что, три дня сплава И две ночи в палатке закончились Впереди ждет база Рыбу какую-никакую поймали Красоты посмотрели Дальше первая база Потом вторая база Будем уже упорно ловить На точках смотреть и искать Все будет впереди в следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok